Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Мы переходим к рассмотрению функции электронной торговли и коммерс в аналитике. Я обещал, что мы рассмотрим сначала в общих чертах, без относительно плагина, с помощью которого собираются средства, а потом уже на примере непосредственно лейки, в которой есть ряд особенностей. Но при ближайшем рассмотрении понял, что без относительно лейки – это все танцы с бубнами. Тяжело, долго и требует чуть ли не навыков программирования. Поэтому сразу перейдем к лейке, в которой разработчики учли такую потребность на уровне плагина. Электронная торговля расширяет возможности аналитики для сайтов, которые что-то продают. В первую очередь интернет-магазинов. С помощью и коммерс можно отслеживать не только факт совершенной покупки, как, например, мы делали с помощью страницы «Спасибо». Ну и отслеживать, на какую сумму совершают покупки, какие товары смотрят, какие покупают, что добавляют в корзину, когда останавливаются на стадии оформления и т.д. Если говорить об НКО, электронная торговля дает возможность отследить все, что мы настраивали на уровне целей и событий. Плюс узнать сумму пожертвований и дальше откручивая назад выяснять, кто, что, откуда и даже почему, но это при особым таланте. Подключаем. Для тех, кстати, кто хоть раз настраивал электронную торговлю в аналитикс, это будет откровение. Потому что тут нам нужно совершить три действия. Во-первых, чтобы не забыть, поскольку это, во-первых, важно, а во-вторых, часто вылетает из зоны внимания, нужно установить в качестве валюты российский рубль. Это в настройках представления. А дальше нужно, собственно, подключить электронную торговлю. Также в представлении настройки электронной торговли. У меня она уже включена. И давайте уже, чтобы два раза не ходить, скопируем код отслеживания, который нужно будет вставить в лейку. В принципе, я все это рассказывал в онлайн-курсе по работе с лейкой. Но так как тут буквально три действия можно и повторить. И в лейке нам нужны настройки. Для разработчиков. И вот сюда мы вставляем эти счетчика, который только что скопировали. И ставим эти две галочки. Сейчас объясню, какой показатель про что. Все. Сохранить и можно пользоваться. Вот мы переводим средства на уставную деятельность нашей тестовой организации. Кстати, у Яндекс.Кассы есть тестовые счета, ну, тестовые карты. Можно даже не тратиться на проверку и отправлять искусственные деньги. Ссылку на инструкцию от Яндекса оставлю в описании. Все. Транзакция прошла. Идем в аналитику. И в реальном времени видим, что у нас человек добрался до Thank You Page. Страницы Спасибо. В конверсиях мы видим две сработавшие цели. Это мы настраивали еще в уроках, посвященных целям. Но делать это было не обязательно, поскольку то же самое можно отслеживать с помощью электронной торговли. В событиях у нас два события, должно быть три, но, наверное, из-за того, что у меня не настроены все данные по счету в тестовой Яндекс.Кассе, данные о совершенной транзакции до аналитики не дошли. Поскольку деньги, пусть и искусственные, до меня тоже не дошли. Собственно, об этом нам и говорят эти два действия по событию. Detail говорит, что кто-то просмотрел форму пожертвования. Checkout говорит, что кто-то перешел с формы пожертвования на форму оплаты в платежной системе. То есть заполнил форму и нажал кнопку пожертвовать. Apple Chase, если бы он здесь был, уведомил бы нас, что транзакция прошла и пожертвование перешло в статус оплачено. Три основных и, в общем-то, достаточных цели по пожертвованиям. У нас тут PutChase нет, а значит в статус оплачено ничего не перешло. И поэтому мы, чтобы показать весь потенциал электронной торговли, сами перейдем в тестовый аккаунт Leaky, доступ который мне также любезно предоставили разработчики. И тут уже в событиях у нас есть PutChase, то есть совершенные транзакции. А значит в конверсиях мы можем детально рассмотреть, что это были за транзакции. Какая общая сумма? Средняя сумма? Коэффициент транзакций. Конечно, для благотворительности такие формулировки не совсем подходят, но ничего не поделаешь. Можно переводить в голове. Не доход, а привлеченные средства и так далее. Ну и дальше можно детально рассматривать поведение покупателей-жертвователей. Или, например, то, что тут называется эффективностью продаж, а в нашем случае размер пожертвований. Если нужно отследить какое-то конкретное, то, как всегда, можно по-быстрому составить сегмент и анализировать поведение конкретного посетителя, совершившего транзакцию. В электронной торговле у нас, кстати, нет возможности отслеживать по идентификатору транзакции, зато всегда есть возможность отследить что угодно через расширенный сегмент. Да. Вот он нашел этого пользователя, и дальше с ним можно работать в соответствии со всеми теми навыками, которые вы получили в нашем курсе по Google Analytics. Кроме того, события появляются и в статистике по пользователям с привязкой к идентификатору. То есть вы можете детально рассмотреть, как вел себя пользователь, совершивший пожертвования. Куда ходил, откуда приходил и что делал по минутам. Тут мало информации, так как это тестовый аккаунт Лейки, куда ходить тестировщику. А вот у меня на Освельте уже полная и сногсшибательная картина. Потому что ходил тут я. Вот тут четыре, пять событий. А тут вообще тридцать четыре события на одного пользователя. Мечта любого фонда, чего вам собственно и желаю. Поскольку, как мы выяснили, главная задача аналитики – это добиться того, чтобы человек не просто приходил и уходил, а делал на сайте то, ради чего сайт и создавался. С чего начали, тем и закончили. Но теперь у вас есть весь набор инструментов, который позволит этого добиться. Можно выдохнуть. Мне кажется, я уеду в отпуск после этого курса. Все, поехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова